Иии, так, ребят, всем привет, и мы продолжаем находить ЛМР, при помощи деньги в рок-н-ролл. Кажется, тут насточник кто-нибудь слышит. Итак, ты должен знать, как Сакуру-сан из нашего класса. Классно. А Сакуру? Допустим. А за вторжимый пол припомнил, что это девочка, которая сидит рядом с Майклом. Мик, ну серьёзно, соберись. Она ведь тогда была все эти самые автовые. Видимо, он имеет в виду инциденция, пусть кинул вас в шоке. Так. У меня одна, там было несколько девочек, например, Кабаша Маслана. Я её одна. Я её и знаю. Откуда? Тут же Шаширосекёвская, Наталья в Снафисе Стреклимаш. Сегодня вопросы надоели. Ладно, ладно. Кто это хочет сказать, что это всё? Компания Компашка? Что это всё? Компашка Эшли? Эшли, блин. Эли. Вроде того. Мне сложно было поверить в то, что с травой пришлось без смыслового согласия Эли. Ну и в том, что она вообще ниже не очень не знает, я тоже верил этим трудом. Где я могу найти эту Асакуру? В классе я её не видел. Они считают, может быть, за школой, напротив бассейна, даже на закупке. Понял, спасибо. Никто я ребят запреждал. Бросил он мне вслед. Асакуру. 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 Когда я нахожусь playoffs, ri opp kello а rue смотрите, я поехал накуал Grego. Будут про них не те парни, я хотя бы попробовал вот эти пропускулаками. Расбитие в ритёре тяжело попадает мне⇒посы, чем лжиная гордая. Ну, чего не молча, любовничек? Знаете, в моей стране вас бы отравили в лагерь? Асакуру? Рыва марканова остынаться, как на ловопарске? Да чё? Да он чё, кстати, какой-то. У нас собака-фара. Однако, конечно, сын и не знал, что делать дальше. К сожалению, я не мог найти, на самом деле, отправить их в лагерь, но я мог бы посыпать филактического леся, а даже просто обматерить почему-то и изучить поворачивался. Настоящее чувство тревоги требовало немедленно бежать отсюда. Конечно, я не хотел, честно говоря, проявить свои поражения и опускаться подглажать до уровня нижней формы жизни, но... именно по-моему, об этом говорил Кёрст, да? Убежать, стоять на своём. Так, интересно, а это касается... Блин, это же, получается, рута в Амуре, да, щас идёт? Болин. Так, ладно, тут что-то, по-моему, ничего не решает, поэтому мы как-бы идём по руку Элли, поэтому... Я просто куплю посовести, я просто буду стоять на своём. Думаю, я тебя на вас не найдётся, вы правы. Да, почему я, и это немного сбилось успеть. Хочешь, что я... я тебя такой собрал, жопы? Хочешь, что я тебе такой же сигнал поставлю? Или себе? Что, они же не ждали такого? Что-что-что-то происходит? Обернулся в виде техор Морозков с четырыми штоповом, что ворот недели назад. Оу, я хочу, чтобы проイ 74 м Wylese прибежать... Ребята! Девчонки поброщали сигареты и кинулись в стене! Эй, ты! Накрикнул меня один из парней. Ну, если все стоят на своем, то до конца остается. Я бы уже все ближе. Радостнее место вот такая Шакура. А остальные девчонки убежали. Ты принеблась не такой смелый? Да вы справились, или? Если на той стороне есть еще не преимущество, то ты права. Постой-ка, а я, кажется, тебя знаю. Ребята, да это же тот черт, который мы забаром о прихода были. Наблюдайте, наверное, нахер. Ты в прошлый раз не все понял, что ли? Можем повторить. А я ушел вперед, а кто-то пошел лучше всех знакомый голос. Никс. Мако пришел ко мне, да пришла, где он стал рядом. Все в порядке? На лице кое-коптика отрвешь недвижимые мстительные деятельности. Только руки марать. Конечно, что-то напрямую, что все еще было на их стороне. Три против двух. На такие люди нападают. Эээ, так как иначе тут уже подавляющее предрасходство. Я лишь проиграть для них неприемлем. Я пойму себя на мысли, что в какой-то степени их можно назвать в хорошем степени. Как только Майкл... Майкл появился, да? Он... Они тут же трусили. А тут же... Когда он на них был, они хотели преподать ему урок. Ещё один. Да. Хи-хи-хи, хи-хи! С другой стороны, я прямо на школьном дворе среднего дня вряд ли бы затеяли драку. А что, аккуратно, что я вместе с ними. Даже не оглянув на меня. Ну что ж, рано поговорить о полной беде, но первый шаг сделан. Ты мне сейчас буквально жизнь спас. Не преувеличивай. Если только самая малочь. А майкл, сам он начало задал от меня, не спросит, что случилось? Кёшке рассказал. И ты сразу бросился на помощь. Скажу так, решил удостовериться, что у тебя всё под контролем. Слушай, извини за вчерашнее, я не хотел так на вас наезжать. Нет, мы сами виноваты. Я вам правильно заслуживал такого отношения. И если ты хочешь... В общем, это твой выбор. Спасибо. Я искренне растрогался и крепко пожал ему руку. Как бы там ни было, начало положено. Добился я своими действиями результаты или нет, покажу только время. Но уверен, что в следующий раз они хотя бы вспомнят меня, чтобы мне при виде КГМ. Если Кэшке с Майку меня поддержают, вам можно удастся привлечь на нашу сторону и других одноклассников. В конце концов, любая революция начинается с одного единственного нергосогласного выгрика. А в этой школе нужно просто что-то менять. Я не знаю, есть ли здесь ещё угнетённые, подобно КГМ. А раньше мне просто не было до них дела. А когда они пришли до коммунистами, да? А что же изменилось теперь? Впрочем, не пытался ли я благородными плыми-врывами отрагородить лица от собственных проблем, отширить которые я был в несостоянии. А как корпорация, смерть родителей, КГБ, даже Кэтрин. Говорят, что многие великие люди имели секвейерный характер, в личной жизни и терпили переоднабражение за другим. У меня не осталось времени обдумать, имею ли я право считать себя великим человеком, потому что на подсуперимение в класс прилетела разрезённая Эли. Так, а в чём дело? Ага, вот ты где! Она подсказила к моей партии, и грозно нависла надо мной. Крайм-гвардия впервые митец на Шакуру, наблюдавшую за нами с трудовой ухмылкой. Впрочем, не она одна. Не каждый день на школу посещают с визитом сама Эли сама, каждому из школы. Пошли со мной. Я и стал спорить. В конце концов, им не было, я о чем с ним поговорить. Эли позвала меня на крышу. Стой, подожди, только спротивляться я. Уже почувствовал, что там они не могут проговорить наедине, но даже знаю, что она даже не обернулась. Лучше всё именно так, как я и обспомнил. На крыше оказалось КГМ, словно она даже сдавалась. А, эти тоже тут. Эли Мишон, из-за того, и девять минут на разе продолжался этим же грозным тоном. Тей, пожалуйста, слушай. Тебя это тоже касается. КГМ, путём говоря обо всем этой атаке, может быть, учитывая, что есть выдерживание двух героев на постсобрание. Что же ты себе выдумал такого? Что можно на донам использования подруг нападать? Да всё, она обещает ко мне. Я ни на кого не нападал. Значит, она должна верить тебе, а не им. А знаешь, это хорошая идея. Эли старался за все силы здесь не грозно, но скорее была похожа на пустящие чайни. Что? Говорил, что тебе я бы стоил тщательно выбирать других. Да как ты смеешь? Не знаю, что они тебе рассказали, но... Я посмотрел на КГМ, замолчал. А хочет ли она, чтобы я всё выкладывала в себя по другому человеку? К тому же Эли. Про синяк, про травлю. Она так старалась, кажется, сильной и ни в чём не уступать Эли. Имею ли я пробу обсуждать эти проблемы с тем, с кем бы она никогда этого сама делать не стала? А ведь без этого никак. Ну что? Я продолжал молчать. Ты просто так наехал на моих подруг грыжеворов правой. Ты не уравновешенный. Тебе надо изолировать от нормальных людей. Пугал их полицией. Распускал лайк про то, что я чуть ли не серийный убийца. Что тебе? Что вам от меня радует? Дальше так продолжаться не могу. А нужно было бы хоть что-то сказать. Ааааа! Хо-хо-хо-хо! Ну блин! Вы бушите в народ Эли! Как бы постараться не мешать КГМ! Блин! Эээ! Сложный выбор, дилемма у меня сейчас. Ай, пофиг, давайте скажем правду. Братья я на самом деле решаю как бы тем, что пытаюсь оградить ее от милой Эли. А ты в курсе, что твоей подруге регулярно пристает КГМ? Я пытался подобрать его помягче, чтобы в итоге все нужно издеваться и травить. А на тех вообще сигнал поставили. Покажи ей! Ну, КГМ гордо принял голову, но на расстоянии никакого синяка под глазом я не заметил. А где же он охунулся? Я тоже умею пользоваться в КГМ, не знаю. Где же донат вызывает КГМ? КГМ может подойти и посмотреть, если не верю. Да я не нуждаюсь ни всей защите. Я... Она выглядела уже не так уверенно. Вы все это подстроили. Рассежу на вас. Потому что... Потому что вам от меня что-то нужно. И это какой-то... И это такой метод с антажа, я же не знаю. Не хочу сюда принижать, но отдай меня это слишком хитро, пожалуй. В какой страте я должна вам верить? То есть потому что кто-то дал ей в глаз, то давно пора. КГМ никак не реагировала, но её ведь пугало меня больше, чем на проскновение агрессивно сели. Неужели ты никогда с ними сама не замечала ни... Ничего такого за своими подругами? Уж явные не пай девочки. Они... Они не могли сели такого делать! Зачем им это? Ответила она уже не так грозно. Видимо, моё предположение было обосновано. Возможно, я действительно не понимаю, почему другие люди могут вести себя подобным образом. Ну что ж такое? Так... Эм... Всё-таки давайте... Давайте отсюда. Ой... Простите... Давайте отсюда. Зачем же нам ответить? Да... Потому что... Потому что вам от меня что-то нужно. Я такой... Какой метод? Ну всё тоже. Я не знаю. Давайте кого быстрее. У меня просто почему-то запись включила с автоматом. Ээээ... Понятно. Надеюсь, мы отчитались. Не хочу себя принижать, но для меня это слишком хитро, пожалуй. В какой статье я должна вам верить? Только потому что кто-то давал ей в глаз, давно пора. Только ГМ никак не реагировал, но... Её вид пугал меня больше, чем напускная агрессивная серия. Но в своей жизни я никогда сама не замечала ничего такого за своими подробностями. Уже явно и не пай девочки. Они... Они не могли ничего делать такого. Зачем им это? Зачем им это? Отвечала она уже не так грозно. Видимо, моё предположение было обосновано. И возможно, они действительно не понимают, почему другие люди могут вести себя подобным образом. Но они могут делать это, вопреки моему или твоему пониманию, потому что им так хочется. Но ведь это бессмысленно. Зачем он тратит время на такую... Как... На неё? Но эта серия пришла, как мой крайне уважительно. Она в плане никак не получала. Даже, может быть, тебе не рад, что она действительно понимает, что это происходит. Но если тебе нет дела для человека, ты не будешь его трогать. Такая позиция лучше, чем попытка самому цередиться насчёт других. Но всё-таки это правда. Даже странно, что ты кривая, потому что ты меня. Ведь когда мы... Мне не нужно твоё снижение. За хривиды у меня и поморы. Я просто пытаюсь помочь. И помочь твоя тоже. Защита. Ты считаешь, что тебя... Что за ты чем-то лучше лист? Но это не так. Бросила она, она после реки убежала. Мы остались в двоём цели, и ситуация стала ещё более неловкой. Похоже, она в твоей защите не нуждается. Это не важно, я в первую очередь за справедливость. Не обязательно состоять в хороших отношениях с твоими угнетаемыми, чтобы быть против угнетений. Угнетения. Вот как? Интересно, будь на её месте кто-нибудь другой, ты бы так же рассуждал? Ты мне не веришь. Ты мне не веришь. Ну, если выбирать между собой и девочками, которых я знаю не первый год, то выбор очевиден. А как же правда? Ты её вот так просто не проигнорируешь? Пока что твоё слово против них. Ладно, я понимаю. Что? Удивилась Эли. Я не смогу тебе сейчас ничего доказать. Просто имею в виду то, что услышала. Предупреждён, значит вооружён. Если это всё, то я пойду. Пусть некоторые поводы сказали, что она оставила меня на крыше в гордом одиночестве. Я вернулся в класс. Сел на своё место, попал другого на парту и закрыл её руками. Сегодня буквально всё идёт не так как надо. И почему-то за каждую минуту и креплая уверенность, что это далеко не конец. После этого урока фирога не хотела уходить из класса. Народ с намеренно сбирая вещи и приставая к кёшке с пустой болтовнёй. Почему? То она причутывала плохое. Так и вышло. Использовать в рот мне удалось вся честная компания. Ашакура, Кабашима и эти хулиганы, с которыми я уже в чрезвычайне успел поднакомиться. Далеко собрался, а его с птичкой загнан в угол, потому что у меня не оставалось выходом. Получился навык перед всей школой? Аш нет. Лучше получить... эээ... пара честных сингалов. С другой стороны, они вряд ли станут опадать на меня, на меня на главах. С другой стороны, учеников и тем более учителей. Иду домой. Варкот шерпитил я. Поговори-ка, дело есть. Как хорошо, нужно здесь что-то нет. Да ладно тебе, у нас разговор минут на пять. Он говорит о комбезидителе по небрачным фрукционам, с которым, и после болезы, приятного масли, уже путают нападением. Эй-богу, шерезам отдашь все ценные. Эээ... проще, чтобы несутся, что-то ей на богатках. И на душу. Ну уж нет, давай отойдя. Чего наведу уже у всех трепаться? Мне здесь нормально. Сотран-то было похилее. Сотран-то так же. И я в терминерат убежился. Как я греть могла, могла ждать с таким девцом. Да вот, и на спитеректе на свою розмариванную рожу. Это страшно стало. Если ты как-то смеешь. Да она здесь сделала шок вперёд, но один из пор не фанталирует. Ну что это такое, на самом деле? Пусть я просто поговорю, просто я кому-то ругаюсь. Знаю о вас поговорить, если проверял. Брат, ну что ты начинаешь? Что-то-что-то происходит? Но я слежу цен огромный голос. Элли? Элли-ча? Кабаяша сам? Ну, мы не будем переваливаться и не разгадать, что меня пошло поедине Элли. Что вы тут, знаете, Элли? Сказав счастье такими, уверенными в семи стиле вещи спора назад, они тут обстоят эти глаза. Элли, видишь ли? Я вижу только то, что вы толпой окружили одного. Да мы ведь только поговорить. И о чём же интересно? Что у вас общего с ним? Да, элли-ча, ну, я так как будто то, я тоже в чём-то виноват. Друзник мне о вас говорил, надо было слушать. Элли-чан, я просто тебе по ответственности стукоилась. И ты считаешь, что беспокойство должно возражаться в том, чтобы нападать на любого моего знакомого кроме вас? Элли-чан сама говорила, что он... Мало ли что я говорила. Она смочилась несклонно, но она шла в себе неудачу и продовольствовала всё же уверенно. Элли-чан, с кем не общаться и ваше одобрение мне не нужно, как и ваша помощь. Двойственная помощь не поможет быть и нежелательной. Элли, ну мы... Я всё же сказал вам. Ну, браво, Эго, Закон Дэгр. Команда не осталась другого выбора. Они покинули поле, не состоявшейся битвы, понурив головы. Спасибо тебе. Когда мы остановились вдвоём, я искренне поблагодарил Элли. Если ты думаешь, что я это делал ради тебя... Да ладно тебе. Ну хорошо. Она ловнулся, она и шика появился лёгкий румянец. Они везде действительно неправны. Как только ты не замечала этого раньше. Знаешь, что бы там ни было тебе не казалось, но у меня небольшой выбор друзей. Да ну. Положение обрядывает. Тебя это не очень волнует, когда ты прыгаешь в постыне с гитарой. Это другое. Э, реально запрочистовала она. Да? И в чём за разница? Разница в том, что... Не знаю. Сказала бы спасибо, что я тебя спасла. Так я и сказал. А, ну да. Да и не во мне ведь главная проблема. Есть люди, которые от них страдают куда больше. Кто же, например? Например, КГМ. Конечно, плохо, что они к тебе приставали. Но ты сам вчера с Кавашимой... Разжёте глаза ваше высочество. Вокруг вас происходит реальная жизнь. А в реальной жизни даже у простых нечинок бывают проблемы. Созданы золотой мою одёжью. Извини, мне не стоило что вчера-то говорить. А я на самом деле так не считаю. Охотно верю. Просто у каждого есть своё хобби. Вот ты играешь в музыку, а кто-то издевается над другими. И они... Это не шутки. Продолжала настаивать на своём Элле. Но уже мне не уверена. А зачем мне врать? Посуди сама. Чего я добьюсь? А зачем мне надеваться над твоей подругой? Ты хочешь моего профессионального мнения как психолога? В связи мил я. Не, я не знаю причин. И знать мне их нужно не более, чем антилопия. Причём знать причину, по которой за ней гонится лев. Ты всех судишь по себе. Я просто говорю, что люди бывают разные. Элле ничего не отличного я твену, словно высматривая кого-то уже... В уже изрядно передевшем потоке спешащих домой школьников. Я всё-таки не могу поверить, что ты ничего раньше не замечала. А если даже и замечала, разве это так сейчас важно? Грустно усмехнулась она. Знаешь, я ведь тебе не судья. Не надо передо мной вновь это оправдывать. Я и не оправдываюсь. Элле в другом сомнизаторе попала всякая враждебность. Может быть, я сама себя хочу убедить в том, что всё в пылеске. И как, помогает? Не очень. Элле на кейт смотрела на меня и улыбнулась. Измени, я поговорил с ним. У такого больше не повторится. Не стоит обещать того, что от тебя не полностью зависит. Моя имя прослушает. Всё понятно, откуда взялась уверенностью в телевизоре она. Хотелось бы. После такой же уверенности она недавно доказывала, что её подруге ничего не виновата. А, что её подруге ничего не виновата. Сколько ещё открытий чудных мир готовят от джерсами? Ну, пока что надеюсь, что твои друзья не побеждают меня в долгом. Хочешь, чтобы я приводил тебя до дома? О-о-о! Вот уж... Э-э-э! Вот уж нет. Тогда бывает. Ещё увидимся. Блин! Хорошо, а если это была шутка? Но, блин, я бы на его месте не отказался. Хе-хе-хе-хе. Я тебе не борюсь. Хе-хе-хе-хе-хе. Было совершенно очевидно, что родных с отельем должно быть хватить хотя бы на день, но всё равно домой я шёл, постоянно оглядываясь. Восстанавливаю в город и посмотрю на дом Химица. Как бы я повёл себя в её предчувствии? Возможно, в глубине души мне действительно хотелось сейчас обнаружить на кухне Химица, готовящую обед. Несмотря на все события последних дней, несмотря на все наши ссоры и моё бесповедение. На какой-то час забыть о реальной жизни, и погружать здесь в тот сказочный мир, в котором, наверное, живёт Элья. Хё! Однако такой хендую я обнаружил вовсе не Химица. Опа! За ним, закинав надо ногу на ногу, сидела Ирина. Наконец-то! А то я уже раздуваюсь. Увидев меня, она мило улыбнулась. Эх, чё? Почти так же мило, как тогда в баре, но все так беззаботно в радуше, а позабавились к нотке надливовой дешёбранности и стремлении держать необходимую дистанцию. Я не ждал вас, так рано. А что это было бы? Она вмиг захматривалась, что она уже сразу стала другим человеком. Пошёл всего три дня, а ты уже столько сил успел натворить. Что конкретно в фразе вести себя, как обычно, тебе не ясно, Николай. Не понимаю, о чём вы. Особрал я, но глаза всё же отвёл, я внимательно не знаю, что пронизываю его насквозь. Да всё ты понимаешь. Сначала ты себя знал, что я девчонкой, а Кирой, Левамурой, уточнили. Понял, что операция бесполезна. Значит, давно всё-таки следили. Изъявляю это, видимо, мастерство. Левамурой, неважно. Но я сейчас уже давно у нас в разработке. Вы знаете, где он? Он. Жизнь. При приглажении дверина, как мы считаешься, развет, сразу заметила моё слабое место. Со мной это случилось нечто похожее, так что я понимаю, что она чувствует. Разве этого недостаточно? Я старался говорить спокойно. На каждую минуту пытался улучшить момент, чтобы осмотреться. Не предоили себе, где её тут лучше. Дальше она была пришла сюда, всегда одна. И всё-таки ей повезло больше, её отец лишь покажет. Что, губокомнатрия тут же раздевается и получит такое обеспокаивающее чувство. Надеюсь, что это всё как-нибудь образуется. И почему новости обоцикадемые оказались для меня так важны? Я и вижу очень рад, что старает быть столько себя. Так это же прекрасно. Вот так вот она приводительно к робке и жизнерадостной. Но скоро ей начинается седуть движение. Хотя, что вы про Родину. Я же рассказал, что ничего не знаю про работу отца. Эрина находится поёрзанного наступа. Насчёт этой, как её? Ивамура из голове? Так и много. Насчёт Ивамура я с тобой согласна. Она ничего не знает. Вот как? У меня в уроке непроизвольный смешок. А что, женщина, я пробью её не побываю? То есть меня вы подозреваете? Нет, даже не так. В меня вы обвиняете, а ей поверили сходу без всяких проверек. Проверок. Откуда ты знаешь, что мы не проверяли? Я... Действительно, сейчас со мной выходит я всё время, чтобы расспросить о методах работы КГБ. Вы хотите, чтобы вы обвините вообще не с ней? О нет, наоборот. Никогда не прошу тебя, если из-за меня сорвётся ваше вечернее свидание. Вы об этом знаете. Мы рассказали. Мы знаем многое. А то, что пока не знаем, мы знаем скорости. А я, репри, репри, репри опять начали пробиваться с умолировкой из-за диток. Только это не свидание. Если придёшь кого-то ещё, я побоюсь, он не придёт. Контрактное, дружелюбное лицо, чё на Фасана, начало того, как на годах. А чё, морожки, как на годах? Ну, назовите с твоего знакомого до беседы. Правда, я вёл его в магазине, когда у вас ничего стоящего. Чё, нас там жёст? Просто я боюсь потретить в глаза. Мы же, мы же не двери, Николай. Какой ты нас так не маешь? Чё-то говоря, в данный момент я видела от обороистного КДБ американцами и ей корпорацией. Когда ты не можешь старчить отъявить в степени грозы, то приезжающийся к гренде с руманитериалит для тебя и на минимум не опасен, что предоявител свои тысячи пятьсот лет. Или наоборот. Боюсь, Ирина уверяет, что в итоге сделать всё то, что у него не было благо, то есть дойдёт ему оборудование, конечно, должно что-то значить. Однажды, как брось в текие сантиметры, я даже решила, что было для меня служить чужой и корпорацией, как Кабояши в чём. Тогда что вы от меня хотите? Она синтрутируется с правой волосы. Когда я здесь в караши деревом, с этой внучкой, седатель срока лидер-директора в Кабояши в корпорации. Аккулик вы столько знаете о моей жизни. Вот, что я окончательно спрятал, понимаете, что происходит. У вас окажут ли я не в дерево в пион, что ли? Никто поискать дома, послушающего устройства? Нет, 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 нет. О, да, отожбался, вот. Отожбался. Ладно. Но если вы считаете, что его Мурмур ничего не знает, то может быть населед. По-вашему, похоже, что везде я посещаю свои дела? О, значит, ты и ныня, и я заслужил. Смотрите-ка. Я не ожидал от тебя, Николай, хотя до веса много в том, что вы ставите такие цели. Но вообще не помешает, вы человек в семье Кабояши. Господи, да вы серьёзно, что ли? Похватив для рогового, пришёл в холодильник, что его и на самом дух молока, которое оказалось уже давно практически. Да он был сочинительным, а в этом моем предстережении. По-другому она уже серьёзно. А получилось так, что это тоже довольно интересная ситуация, выгодная для нас ситуация. Познаешь ли ты... Познаешь что-то или нет от наших Кабояши, это по... Это пока неизвестно, но сама возможность это исключать нигде. Чтоб туда и в Амуре. Что... А если отец теперь исчезли до нашего поля зарения, посматривать за его дочерью, кажется идеологичным. И чем ближе мы будем, тем лучше. Я пока вроде ненавимым, не мальчик вам на работу. Зачисли тебя в сне штатного оперативника. Мне нужно время подумать. Аккуратно сказал я. Ты правда считаешь, что у тебя есть выбор. Но сенула одна. Одну из своих бесконечных улыбок. Ты предлогаришься и от того пугаешься. Если на этом тебе было время собраться с этим и переварить новую информацию. Только о твоём времени у тебя немного. Учти. Не забывай. Мы рядом. Соответственно, она у меня встала и, как будто бы забыв о моём существовании, прошла по коридору мимо меня. Тяжелом выдохнув, я рыхнул на стол, на котором только что сидела Ирина. Неужели всё-таки критая, товарищ майор, приходила одна? Здесь у меня выбора или нет. В одном она точно права. Принимать решение вши не придётся быстро. А пока я даже не видел альтернатив. Жизненный шторм кидал меня с одного пивовня в черный скал на другой. От КГМ и АКЛ, от Эли, Кабаяш Корпорейшн, оттуда примкнул нижний и южовый рукавица майора КГБ Ирины Мостовой. Хотя бы, как КГБ они не подозревают. Могу ли я верить этому? В любом случае, я почувствовал, что это теперь связано с ней общей бедой и просто обязан рассказать ей про советскую разведку. Насчёт терроги опыта визита Ирины оказалась каким-то не таким, как обычно. Похожие недобро косились в мою сторону. Зловещие идти не прыгали по стенам домов, а на каждом углом меня поджидал враг. Моя подозрительность возросла до тысячи в пределах, что от прошлого гудка машина уже бросала в дрожь. Однако, как бы я ни старался заметить эту реальную слежку, мне так и не удалось. Может... Оу... Круто. Может и не стоит так переживать, если как бы всё равно знает, как и к тому, к кому я еду. Вакууметрами для него выпалённого последних пассажиров на станции и ближайших к месту встречи. На этот раз не было смысла выходить заранее, так что на месте я оказался минут за сорок до назначенного времени. Просто так-то эта машина была невыносима, поэтому я наматывал круги взад-вперёд в ожидании КГМ. И вот за пять минут до полу ночи она наконец появилась. Тырана, врача ответила она, что она констатировала эту диагноз на приговорённого, который раньше времени явился на собственную казнь. Только пришёл, соврала. Я даже не знаю зачем. Извини за то, что сегодня был на крыше, я правда и хотел, чтобы так получилось. Проехали, разве я это не... Сейчас это имеет значение. Пойдём, не надо заставлять тебя, я течённого сосана ждать. На счёт этого... Я пришёл салютовик, собираюсь мыслить. Он не придёт. Как понять не придёт? Я искренне удивилась КГМ. Мечтал рассказать тебе обошёл раньше, но я просто не хотел создавать тебе ещё больше проблем. На самом деле, конечно, лишнюю проблему я не хотел создавать сам себе, даже ранее зная, как она отреагирует. Но теперь скрывать что-то либо уже поздно. Обещаю, что выслушает меня и не будешь делать поспешных выводов. Говори уже. Прошлое воскресенье от констатурной женщины, русской. Она работала, наверное, на КГБ. Представляете, сообщество знакомого с Ириной я, конечно, благоразумно умолчал. Ей нужна была информация о работе отца, и опять какие-то документы, и все в этом духе. Естественно, я ничего не сказал, потому что попросту ничему не знаю, и меня спустили, приказав не высовываться. Вот так просто? Неожиданно спокойно спрашивала КГМ. Ну да, вот так просто. Ну что ж мерзеть? А мне сказать об этом ты, конечно же, не посчитал нужным. Эти люди не шутят. Чем меньше знаешь, тем лучше. Почему-то мне кажется, что это еще не все. Да, видишь ли? Глупо стеснулся я, и вдруг понял, что уже до крови расстрелял до затылок. Однозначно, я зовут Ирина, сегодня опять приходила ко мне домой, и в этот раз сообщила больше, что они следили за твоим отцом и за тобой тоже, но тебя ни в чем не пред... но тебя ни в чем не подозревают. Тут же замахал я руками, удовольствие больше убедительности. И она сказала, что твой отец жив. Конечно, они не знают, что где он и что с ним. А что КГМ с каждым добытым словом становился краснее и краснее. И ты говоришь, что я провел потом только сейчас? Да, я сам узнал про тебя. Часов назад, честное слово. Что я за нами все это время следил твой человек в КГБ. Это он не мой. Аккуратно вставил я. А ты знал и молчал. Да и твой я не знал. Может ты вообще с ним заодно? Может, это такая хитрая ловка? Что бы... Что бы... Она раздает настолько, что уже просто пухтела в холосте. Не в состоянии выговорить ничего члена раздельного. Да ты послушай сам себя, в конце стоит до концов. Вот я тебе рассказал правду. И что получаю в ответ? Твои истерики даже тебе не помогут. Мои истерики? Громно, она рассмелась она. На твоего... Это вас похитили идира от заложника. Я за тобой следил ТГБ. Вообще-то и за мной тоже. И тебе приходится каждый день заходить на школьный двор как бы на поле боя. А потом до ночи работать в ресторане, чтобы было на что жить. Какая-то глагола понимала, а не поняла, что я ее донесла. Закупила всем глупые, всем голубым. Извини, я понимаю, что тебе приходится нелегко. Понимаю это. Конечно. Знаешь что? Я вообще один в этой стране. Я больше не понимаю, что можно видеть, что виноват смерть у моих родителей. Ты считаешь, что мне не почему понять, что это... твоих великих страданий. Что ж, может... Тут ты и права. Каждый, знаете, на жизнь смотрит за свои коллеги колокольник. Вот и считай, что это проблемы значительные, а разговоры они, возможно же, не аналажные. Так и другие люди посмотрят на тебя, если... сейчас или сослухнутся. Продолжаем? Наверное, это правда? Неожиданно надо сказать, что ты его нажимаешь. Просто устаешь, что я наживаю под прессом ответственности, стоишь от бесконечных напарок. Раз я его, ага, еще как-то держалась. Понимала, что ответить сейчас нелегко, и ему очень нужна поддержка. А кто еще он поддерживает меня? Теперь, когда его нет, он найдется. Даже я не смог подавить из себя я. На самом деле, я действительно не знаю, что сказать. Я не уверен, что мои слова вообще что-то изменят. Извини, мне следует рассказать тебе про КГБ сразу. Как говорила мама, ложь всегда в итоге раскроется. Ложь всегда в итоге раскроется. Вот-вот. КГБ усмешнулась. А, улыбнулась. Да, мне тоже она говорила что-то подобное. Ой. Так что, так что Ичиноса, Ичиноса? Он хлопнула носом и протер ему глаза. Ирина говорит, что они его забрали, что в его бумагах не было ничего интересного. Но он... С ним все в порядке, если верить ее словам. А ты веришь? Ляжет просто хитрую хмыку на лице Ирины. Казалось же, что она откровенно не врет, но так ловко манипулирует фактами, и преподнесся их дозированно и ровно под тем углом, под которым выгодно ей. Скорее всего, Ичиноса действительно жив, и нет никакого смысла врать об этом. А если бы его убили, то это могло бы прислужить хорошим предостережением нам. Ио, а уж пытаться задобрить меня с КГМ. Зачем? Я думал, чтоб давно случайно говорить правду. Возвольте настолько, сколько это... это правда легче самому, чем Носе? Или моему отцу. Твоя для них не примерно важнее. Хотел бы верить. КГМ вдруг появлялся от налетевшего порыва ночного ветра. В моих случаях ждать нам здесь больше некого. Увидимся. Подожди, я провожу тебя. Должь сама как-нибудь дойду. Ответила она беззлобно. Это не за ответственность. За тобой скорее всего следят, как и за мной. Я уже один раз не смог вычислить слежку. Я не хочу повторять эти... ошибки. Как знаешь. Пожалуйста, всем КГМ быстро разговорам по направлению к своему ресторану. Я шел за ней молча, то и дело, глядывай по сторонам. На набережной горели фонари, но все равно даже парой десятков метров было уже сложно что-то это разглядеть. Если за нами все-таки следят, то у них есть значительное преимущество. КГМ же чеканила на нашаг, даже не обернувшись. Мне казалось, что все необходимое уже сказано, а пытался начать разговор снова, только еще лучше ее раздражать. Возле странно на ступеньках сидел какой-то совсем дряхлый, чуть не столетний, чуть не столетний дед. «Дедушка!» Рекраса КГМ побежал к нему. «Ты почему не спишь?» «А?» Он сразу поднял на нее мутные из побывалок и глаза. Похоже, он вполне себе спал. «Кагометян! Наконец-то!» «Что-то случилось?» «Вот, это тебе!» Он зашел за стены папку с бумагами и протянул ее КГМ. «Что это?» Вечером приходил какой-то человек и просил передать это ему Рисану. КГМ не терпливо разбежал веревку и быстро пролистал эту стены на ее папку. Оттуда выпал ковчок бумаги. Я поднял его и быстро просто прочитал. «Кагометян! Боя выявилась, что у меня измена на лобном могут сидеть, так что отправляю купилку документов тебе!» «Будьте осторожны!» «Ты че на ССАН?» В глубоком времени в голос принесел КГМ. «А твой друг?» «Я же тогда назовелся уже был на чуть-чем даже поддет». «А, да, это Ника Сан, мой одноклассник». «Очень приятно!» «Я демонтативно мне капклонился!» «Ледушка, это очень важная бумага!» «Нам надо их изучить!» «А ты иди уже спать!» «А вот вечера не ошибаюсь, а то на ней я иду здесь ничего малого». «Я бы он поднялся, кричал, охая, ахая, не разошел внутрь!» «Если ты правда хочешь взглянуть на документы, то нам нам хотя бы нужен спец!» «Только не прошу ничего такого!» «Вау!» 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 «Ву!» «У Fen метод» «Вау!» «Я сделала несколько двух двух минут, youtube» «Н Imma запутаться тем, что говорила «Оunes». «界 imminent приём?» «До ней генераter» «Только Isto» «Не он Jiménie телевиз shack Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На первую глядую я послал в свою очередь несколько неумерто, но если принять во внимание всю их ситуацию, то мать деда можно понять. Наверное, ему бы хотелось... Наверное, ему бы хотелось, чтобы КГБ могла обжечься к жизнью, а почему была подружка, а я работаю параллельно в этом загибающемся ресторане, дабы просто святить концы с корпусами. Я постараюсь. Такси везло меня домой сплоть, залитый электрическим светом, ночной Токио. Казалось, что город совершенно не изменился за последние пару недель. Он спит и даже не подозревает, что где-то в его недрах затевается что-то страшное. Угружается этот проект каким-то отдельным группам, странам, регионам, всей планете. Я расплатился с водителями и ещё долго стоил перед домом. Сматривался мрак. Четно все лезть разобрать, в нем безмолвно наглядывает. 17 сентября. 17 сяга, краков crying Сложно запомнить, что теперь снег, когда снаб бывает настолько быстрее морно, настойчиво внутри выбранного двера. Это точно не сними, потому что я вчера не запирал дверь изнутри. Даже не losío посмотреть, сколько было времени, только яркое солнце за окном выбавало, что-то скорее всего надворились ранее утро. Когда я подошёл к двери, звонки смеялись ярким штуком. Да иду я, иду. На пороге стояла раздеванная КГМ. Где документы? Ты их взял? Иван Мурасан, вы вообще знаете, который час? А, кстати, действительно, который? Документы! Гроза поставила она и бессеремонно протестировал дом, отожгут меня во всём. Я покорно подсадывал за ней. А-а-а! Победа маршрутки стояла КГМ, обнаружил документы на кухонном столе. Немножко вдох для них получил место, и бас! Их там тоже заболел гриппся спать. Шесть утра, ей-богу! Болелся, я с целью предупреждённых шпатов на время. Ну, удивительно, что я так себя чувствую. Поспать удалось от всего часа три. Метро уже работает, или ты пешком пошёл? Кто теперь решил забирать документы? Я подумал, что так будет безопаснее. Подумал. Я вчера, думаю, лучше. Ага, грибовала хапку бумаги и собрала нас заходить. Да подожди ты, послушай! Что-то мы неожиданно остановились. Я ничего не сказал. Гобычники и так дали, что я в целях идут. А значит, на меня на определённой степени было нечего опасаться. А за тобой тоже следят. Возможно, они видели, что курьер привёз к тебе в ресторан, а родные в рестораны и бумаги. А она дожила бы поддумывать, что на ней пропасхедейшие цепные задачи летят. В любом случае, я направил их именно мне. Я уверен, что он, конечно, в той же качеку согласился бы с моим решением, если бы знал всё, что теперь знаем мы. Каждому ничего не ответил, а она всё вернулась к столу. Аккуратко, вонула на него. Папку и документы не спряталась. Могу я бы сказать, а не просто сбегать, а не просто сбегать, когда я заснула. Я не хотел тебя обудить. Я не хотел тебя обудить. Смотрим, я всё. На ушле двумя, что... Да нет, я не могу. Ты меня в воду в кровать, спасибо. Ночная вечность холоднее. Ночная вечность холоднее. Я хотел, чтобы там что-то делать. За тебя я смешал. Если бы так было спокойнее, я могла забрать документы. Не правда, что я вам смешала поговорить с тобой. Да нет, всё в порядке. Главное, что они безопасны. Сегодня они нам понадобятся. Ничего. Я позвонила знакомому отца, и он заблудился с нами встретить. Он, тоже учёный, наверняка поймёт, из этих бумаг больше, чем мы с тобой. И всё, это всё конечно здорово, но как безбежно. Наверное, я уверена, что за ночью сегодня никто не сидит. Знаешь, я тоже был в этом уверен, только вчера ко мне ливила Сирина. Почему ты решил, что он сказал правду? Почему? Остинал я это думал. Действительно, такая мысная вечность в голову не приходила. Если у вас проноя, это ещё не дать, что же чуть-чуть, что до вами следят. Вернули обратное. Могли, отказавшись о телевидном факте, что слежка выливает, вызывает у меня паранойя. А зачем мне врать о таком? А почему будем действительно не следить за мной? Вернули. Наверное, советские репионы только наскажут по улице среднего дня, следят за любым, что им понравится. Мога остается, что японка развертка на это сейчас есть своё мнение. Но если ты докажешь вопрос, пожалуй, должен был принят вопреклант полагать, что ей дети Сирина или за её коррекцией встречи в общинку противодействия. И станут ли они и станут ли они лишнего расчета из-за простого школьника. Но она знала такое, что они не могли узнать никому иначе. Иначе. Сколько же можно? Возможно, они сидят за моему страну и твоим домом, но школы и такие их не знают. Для начала, чтобы пропитально по питону ходит агент, но ей пусть ей следить не хватит. Вернули. Вернули. Только я говорю, скорее всего, права. Но я сейчас понимаю, что у нас нет никакой возможности это проверить. Если для нас действительно не следят, то мы об этом никогда не узнаем. А может мы еще хуже? А может быть ещё хуже? А вдруг ослухнулась одна и подъездная откинулась на спину кусту. Она смогут убить так развертая жизнь. Мне кажется, что пока ты жив, в далеком здравом уме эта жизнь и она одна. Не стоит ей так просто разбрасывать. Какие философствования? Вы то сколько поглядите. Как выиграть здесь, эээ, с теоризмом? Пффф, шукнула Кагмэ. Пришёл плохой деньг, открыл его эээ, долго изучал содержимое. Что ты делаешь? Собираюсь, готовим завтрак. А вдруг замёр. Ну ладно, закрываю дверь, все повернуло, что мне сухнулка добавила. Это господин, конечно, не возражает. А у меня вот сестра ничего не ела, потому что пришёл сразу к тебе бежать. Господин мне возражает. Призразнил я, и я, и я, и ушёл приводить себя в порядок. Буквально через десять минут настали появились разнообразные полоски, миски и тетерелки, традиционный японский завтрак, обычного рыбы, которым у меня уже не водилось. Да и вообще, было сложно понять, зачем как говно умудрило все это приготовить. Воистинная каша из топора. Ты чём-то недоволен? С чего ты взяла? У тебя такое выражение лица? Какое? Такое. Буквально, я принял за еду. Нет, когда она не хуже химится. И в этом я-то я уже успел убедиться. Спорт химинца давно не закатывала, не закатывала такой пир ради обычного завтрака. Обычно, возможно, когда мы просто хотели покастоваться, каждому человеку очень приятно, когда его таланты ченят. И думаю, в своих кулинарных умениях она была полностью уверена. Всё очень вкусно, я даже не ожидал. Не ожидал. Ай, да я не то хотел сказать, забудь. Не хуже, чем твоя рыжая подруга готовит. Химитсов, откуда ты знаешь, что она мне готовит? Только слепой не отметил будете любимые обьянцы в школе почти каждый день. Понимаешь, что ты сам себе их готовишь. Проект дела. И, нет, и хуже. спасибо. Амолитвенно, с твоей руки и демонстративно медленно поклонился. Это в отношении не обязательно. Какай скажешь. Итак, где и во сколько у нас будет ждать твой человечек? А ты уверена, что встречаться около станции метро утром в час пик? Хорошая идея. Все дорого я взялась по сторонам нам, потому что запутать постоянных преследователей, выбирая заведомо более длинные маршруты. Благо, время позволяло. Если за нами действительность взять, как ты говоришь, то какая разница? Нигде не будет безопасно. Есть сливая правда. Не хотя бы согласился я. Другой мой отца, как бы, появился ровно в однозначный час. Оказалось, что лет ему примерно столько же, сколько и ветеринация, но выглядело моложе, худой, подстянкой, еще полной силы, не утративший блеск в глазах. Я сразу решил, что нам стоит расположиться в знакомом баре. Он находился неподалеку от станции, да и в такой час наш, вряд ли там, кто-то кто-то побеспокоит. Барман мирно покемарил за стойкой, и даже воздержался от своих превысших выкриков. Пришлезли бы, поприветствовал меня. Насимура сан, это Николай, коротко представила мне КГМ. Очень приятно. Взаимно, давайте сразу к делу. Я вижу, что материалов у вас много. Нисимура сначала быстро пролистал всю папку, потом выбрал оттуда несколько листов, заставил их и начал изучать их уже внимательнее. Так-так, очень интересно. Я не терпеливо нервного на стуле, как школьный проверяющий в его игре именно национальную работу учителем. Торпеть его нельзя, но и ждать совсем нет никаких сил. КГМ же, напротив, выглядело внешне спокойно, но им было в цели проверенности, что внутри него кипать, кипать, тяжелые эмоции. Значит, вы говорите, что вам это передал еще на социал. Вы знакомы? Да, мы бы перескали, что на лучших своих конференциях, но я бы не сказал, что мы все знакомы лично. Тогда вряд ли он стоит рангажем про то, что это с его 16. Что-то говоря, я вообще не знаю, как вы уже проведете уметь об общении с этим человеком. КГМ пыталась наобьем. КГМ поставила наобьем. КГМ поставила наобьем без факта, что мы просто покажем на модельный документ. Во мне не было, с какого повода возражать. Кристосов, я тоже хотел взять больше о происходящем, хоть и изрядная, опасался совершить ошибку. Довольно странно, однако он отдал такие важные аргументы именно тебе, КГМ отьян. Да, понимаете, просто папа на меня плохо получал страть, особенно поднабрать и все очень интересно, глядя в глаза в другой человек, поэтому он не любил пришел вступить, чтобы снова начало не подорвать его доверие. Таааак. Сварзами, кто думает? Тут ничего стеснется. Понимаете, Накерасан? Сейчас в больнице. Надеюсь, ничего серьезного? Светлень выщикательствует Симура. Ничего такого, просто обострение Паркреатита. Наврочу Синтейлина на госпитализации. Не знал, что у него Паркреатит. Нажимательно пацана следа неудавшийся экспромт. Но я не с Симура продолжил. Впрочем, мы уже давно не общались, поэтому я тоже и поэтому тоже я удивился, что ему спорку сегодня утром. Извините за это. Ничего, не то, чтобы я чем-то занял сейчас, на пенсии жизнь становится однообразной. Немного большая стресска не мешает. Кажется, принесло. Но он еще некоторое время изучил бумаги, и я все-таки не выдержал. Ниссимура-сан, вы что-нибудь поняли? Надо строиться от детей и постоянно поздравно менять под очков. Ура, я многое понял. Кроме одного. Как вам попали эти материалы? Это важно? Сразу же это всё КГМ. Это важно для меня, чтобы увидеть, чтобы не пытаться втянуть на меня во что-то. Во что-то плохое. Тем более я слышал, что эти работы планировали свернуть. Завнимательный смотрел на КГМ, затем на меня, словно судья, ожидающий ответы от обвиняемых. Мы просто просим помочь, потому что сами во всем этом разбираться не в состоянии. Это и не удивительно. Здесь его голос недавно задрожал, а на лице появилось вооружение богогавериного трепета, как будто у него в руках находились не простые листы бумаги, а по меньшей мере мироточайшая икона. Это продолжается науки на годы, может быть даже на десятилетия. А в чем этот пророк заключается? Сначала вы ответите на мой вопрос. Я посмотрел на КГМ, а Ниссимура с выражением прямой лишней масти на лице. Понятно, что ни с моим какому говорить она не собиралась даже под пытками. А я не был так и категоричен, но это почти не спор перед Ниссимурой не хотелось. Она мне передала ухаченную Ассан, мы же говорили. Да? А сам он где? Ниссимура-сан, разве это так важно? Конечно важно, вы понимаете, что я рано утром в каком-то за штатом кафе обсуждаю потребств настоящий на Уссен с двумя школьниками. А вторая дальше. Кажется, что это на самом деле ваша работа передо мной главный лучший лавриат Нобелевской премии? Гоми я знала, а работа в Ливан Расшел Тебяэш-корпорейсио, но выгодить Ниссимура очень не будула новых. Дайте мне бумаги. Эээ... Он оконится ближе и прикрыл его рот рукой. Он оконится ближе и прикрыл его рот рукой. Могут убить. Ниссимур-сан, вы преувеличиваете. Я из последних сил сразу выглядели и говорит спокойно, но внутри все крыло понимание, что нам от него ничего добить не добиться. По крайней мере, с таким подходом. Вы извините нас на минутку. Ой. Так, вы извините нас на минутку. Я решительно стал взял как гоможа под руку. Так быстро, что она не успела подразить. Смотришь в ту сторону. Нам придется ему все рассказать. Даже не смей. Ты же сама его позвала. Чего теперь скучать заднюю? Что-то говоря, я и настолько хорошо его знаю. Ну и какого черта мы тогда тут делаем? А у тебя есть предложение получше? А у тебя есть предложение получше? Мы говорили за это достаточно громко, чтобы разбудить бармена, который уже поплесил глаза и внимательно и внимательно поглядывал на нас из-за стойки. Я считаю, что раз их нам пришли, надо его доводить до конца. Эээ, сказал я уже тише. Сказал я уже тише. Отлично, но если что, прийти на себя. мы вернулись за стол. Мы вернулись за стол, но Нисимура как будто я не заметил, продолжая изучать документы. Нисимура сан? А? Получало, наверное, посмотрим на меня. Так что мы решили? Вы когда-нибудь услышали про проект нашего и далека? Нисимура сначала выпучил глаза, затем его легко побелел. Проект? Да, мечтаю его сразу да, мечтаю его сразу догадаться. Итинаса сан, тем более уже как Ира-сан. И эти исследования, они сразу бы показали мне подозрительно знакомыми. Вот что, дети, я не хочу иметь сенец, ничего общего, и вам не советую. Следующим словам, он стал чуть не бега броситься к выходу. Вот, поговорили. Вдохнула я, и тунулась как Гоме. Но я решила, что выгромался бессильной злобы, и только скрежет, выдавал, что она все-таки не статуя. добился своего, рассказал все, и что в итоге это было наше свое совместное решение. Потому что я не умел оправдать. Как же? Ладно, давай успокоимся и подумаем. К Гоме. Фрукнула я и отвернулась. Нельзя считать, что мы вообще ничего не добились. А чего мы в лоба добились? Что он сейчас пойдет и все расскажет из корпорации? Ты видела, что его как бы затресту от одного упоминания проекта? Думала, сейчас он как-то что КБЕ в корпорации на пушке выстрем не подойдет. Тогда расскажет, не знаю, полиции. И что расскажет, что два школьника прогуливают любые уроки и читают в кафе какие-то заумные конспекты? Похоже, возможно, во всей, если по Японии это что тут написано, можно понять лишь десяток человек. А, можно понять лишь десяток человек. Десяток, не десяток. Ну а что, ты предлагаешь обратиться к нашему учителю физики? Я ничего не предлагаю. Кромома выглядели обиженной, или скорее даже расстроенной. Вряд ли она действительно считала, что я в чём-то виноват, но воспалённая горлость позволяла её искать как крайнего даже в такой ситуации. Ты слишком трясёшься за эти бумаги? Неужели? Ну как бы есть оригиналы документов Сусана? Я не знаю, насколько они ценны для русских, но хотя бы можно надеяться, что из-за них на нас не будут охотиться. И почему же? То есть, зачем убивать информацию, которую ты уже знаешь? Чтобы её не узнали другие, КГМ была права, и я, пожалуй, стараюсь успокоить её через чур успокоил самого себя. И вот так я окончательно зашёл в тпик. Моя чайная на них хотела думать, что положение безвыходно, но с каждым днём всё равно неотратимое остановилось понимание, что каркан скоро захлопнется. С самого возвращения Кэтрин, моя жизнь пошла под откос. Сначала это записка, потом звонки, потом корпорации, КГБ, а теперь КГМ мои посещения её отца, и документы эти, в которых наверняка сниму летающие тарелки не меньше. Согласен? Я не знал, что я ответил. Конечно, мне было жаль КГМ, я искренне хотелось ей помочь, но моего личного интереса в этой ситуации не было никакого. Мой отец давно мёртв, я не страдал в полении патриотических чувств, и не хотел мне правильно рисковать по каким-то любым, по каким-либо другим причинам. В результате смерти моих родителей случайно, но мне вполне хватало много разумия, чтобы понимать, одинокий школьник сместить всему миру только в манге. Понимал ли я это КГМ? Мне иногда кажется, что ты готова на всё, чтобы вернуть отца. Да. Я немного говорил не об этом. Мне кажется, что это для тебя цель оправдывает средства. Ой, вот только не надо изящной словесности. Если бы ситуация развернулась на 180 градусов, и ты бы осталась во главе КБШ Корпорейшн, не использовали бы не использовали бы ты также любые другие методы для достижения цели, как это сейчас делает КБШ и Джун. Если бы так как бы, если бы так как бы, я ни в чём тебя не обвиняю, просто хочу сказать на то, что иногда надо мне остановиться. Ты так говоришь, как будто я сейчас пойду взрывать их офис. А то бы пошла бы такая возможность. КГМ обиженно схомыкнула эта новость. Эх, сейчас бы пивка тяпнуть. Молчание затянулось, я не придумал ничего лучше. Валяй. Такое развлечение останавливало в не худший любого запрета. Ну что ты от меня хочешь? Ровно счётом ничего. Тогда бы мы... Тогда бы мы тут с тобой не сидели. Ты можешь уйти, только документы оставь. А ведь утром мне начало казаться то, что она наконец немного втеплела ко мне. Всё-таки показалось. Я действительно хочу тебе помочь, но ты просто не ты даёшь мне это сделать. А если ты собралась самозабвенно впереди на таран, одна против всех, то мой долг тебе сообщить, что это глупо. А ведь знаешь, что ты прав. Но я не знаю, что наступил, лошка Гамея. Тебе и правда не даём обязательно здесь находиться? Извини, что всё равно у тебя Ника-сан. Я сам буду переживать твоих проблемах. Тебе нету чего не передвигать свою жизнь опасностей. Но вот опять начинается. Разве я не права? Мне сложно было даже самому тебе ответить на этот вопрос. Объективно у меня вряд ли были себе суммы и причины о том, что я с собой ради Ивамуры. А что начать рассказать ради себя? Да, Кривус важно для меня узнать правду про смерть родителей. Конечно, настоять, что клубенщик может в этом помочь, но и дорогая вата, выставленная благими новыми мерениями. А цена всё на правду часто, необоснованно высока. Проще всего рассуждать про эту сцену. Сидя в добром кресле, как видите, Карпиа под названием официальным философским за историческим трудом. Мне мне же не нужно принять решение здесь и сейчас. А, мне же нужно принять решение здесь и сейчас. Так. Блин. Так, давайте-ка перед тем, как я сделал выбор, я бы хотел прочесть, что там, прочитать ещё раз. Прочитай ещё раз, и делаю выбор, короче. Ну что ж, я бы хотел её поддержать, честно говоря. Здесь уж на то пошло, что в этом деле не только твой интерес. Мои родители погибли по вене корпорации, не забыла? Рада, что ты об этом не забыл. Что это значит? Я слава меня за деле. Возможно, я так сильно хочу помочь ей, что не только с себя, чтобы она отправила с места родителей, а это значит, что мне уже начало казаться, потому что ты слишком хорошо устроился в своём огромном доме, окружёнными симпатичными девчонками, которые почему-то в тебе душе не чают. За всем этим комфортом совсем забыл, кто твои настоящие враги. Возглав выражение лица в её жестах и неволюбимой ауре вокруг, во всем считалось жгучее желание отомстить. Единственная причина этого посещения отца. Казалось, что столь не сильная ненависть не может разгореться уже пару недель. Ещё раз, я готов помочь себе в поисках отца, потому что это поможет им не разобраться в своём прошлом. Но я не собираюсь объявлять священную войну в капитализм уже в Сибиссе среди Кабояши. Ты любую серьёзную тему сведёшь к шутке или глупости. Заглубного сана и расслабилась. Я сам почувствовал, как напряжение аж хлынуло. Знаешь, как мы договорились? На сегодня. Всегда надо с чего-то начинать. Не хочется поесть, кстати? Да, это всё равно новато, но... если угощаешь, покойно ответила КГМ. Ну, угощил, конечно. Неохотно ответил я. Нет, у неё не было уже жалко денег. Просто я не ждал от неё такой раскованности. Само собой, я возьму на нашего стола, вот никого бармен. Чего изводите? Я работаю, как я указывал собачистки в зубах. Часто здесь бываешь? Отлучается. Просто кажется, что бы с хозяином хорошо знакомо. А бы не сказал, что прямо хорошо. Да это и не тот знакомый, по которому будешь гордиться. Почему? Скажем так, он может быть занудливым и очень занадоидовым. Типичная русская черта? Хочешь сказать, что я занудный? Иногда. Вот чего-чего я за тобой не замечал, так что... Так это... Вот чего-чего я за тобой не замечал, так это занудство. Наверное, тебе просто хорошо об этом никто не говорил. Может быть, потому... Может быть, потому не говорили, что я на самом деле не занудный? Или потому, что они хотели тебя обидеть? А ты, значит, рубишь правду мою... матку. Извини. Как думаю, примирительно улыбнулась. Милая совсем по-детски. Ладно, мне уже пора. Спасибо за обед. Кстати, я доберу... Кстати, я доберу документы. Да, конечно, похотился я. Но когда она ушла, я не стал даже слушать одного бобермена, который сразу же подскочил к моему столу. Расплотился, и я отправился досыпать домой. Мотор организм был не без особого проблем, продолжая функционировать с максимальной эффективностью, даже после нескольких часов сна. Но это только и... Но это только если тебе есть чем заняться за весь день. А если ты намереваешь просто досидеть до вечера и тогда уже лечь спать, то недосып накроет быстро. Я решил не дожидаться этого, и, вернувшись домой около полудня, сразу плюхнулся в кровать. У меня очередной звонок в дверь. Да кто там опять? Вновь этот раз он звучал как будто бежливее. Надеете, что, наверное, надеете, наденусь рубашку и оботнулся к двери. Странно, но позвонили здесь только один раз, вдруг вообще показалось. Адак из двери я всталю у тебя в гости, которого уж точно не ожидал увидеть. Элли! Элли. Привет. Ты спал? Извините, что я добилась? Да нет, в смысле, я спал, но это ничего страшного. Она, наверное, не влетела. Что-то в этой было не так, как обычно. Наверное, я делаю в Дикитале, я бы ничего чего не распоминал. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Кроме меня на курсе это вообще вальможно. Хочу зайти? Не откажи. Может быть, чаю? Нет, спасибо. Элли внимательно осмотрел в мою кухню. Сбойте, дизайнерами не сидят. Меня опущутили. Элли. 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 Причем, что в прошлый раз у меня сейчас не было времени осмотреться. Осмотреться? А зачем? Подравился к путь мне сейчас в мою домичку? Откуда у меня такие деньги? Правила, кто был внушен, это все глаза. Дедушка не деньги, это его деньги. Но у меня в команде дважды проще, чем в любой другой школе. Я практически не знаю, в какой же средний дом. Этого, и следующее, и следующее, и следующее, и следующее, хватит. Да подумаешь. Дерриторная на основе. Вообще-таки, человек. И хотя сегодня не было школы, вот я и... А нахер меня смущалась? Чтобы перепрелать эту правду это непредятно как поступок. Но я не достойный для них вообще лидер. В общем, очень трудно идти, потому что, вчера неудобно получилось. И я тоже чуть-чуть уже знаю, все-чуть. Скажи концов, это ведь мои друзья. Хорошо. И это все, что ты можешь сказать? На самом деле, я был играл очень удивлен, и ее видит, и земли, да и ей только мне надо только для себя внести подобную ситуацию. А что мне надо сказать? Эй, чё ты говорят? Хороших монетов не сидел. Пусть островы сегодня пару уроков. Я даже думал, зацепу вот вспомнил, а что? Да мы горят пара... Он горят пара уроков. Ты, конечно, говорил, что играешь на басовке. Горал как-то. Будет почем. Эээ... Наверное, никогда не торгов не было. Так и ничего. Такое-то время. Эээ... Такое-то время мы просто молчали. Но... Всё. Шакажешь и бас? Да, конечно. А басов горит, но... Комплига надо не решить. Разве, что у нас отдыхают, это какими-то, как это... Да ну, глупости. Как будто я что-то там прячу. Извини, для этого беспорядка. Это пошла на наилю делать. Он не дал. Хочет. А, можно. Но из-за этого бласка я всё рада, чтобы построить, и ты не приступишь с ними. Всего внимательно я их смотрел, а потом делаем бусы. Неплохо, но совсем неплохо. Да, ну я сходя на сегодняшний день начался играть на названной гитаре. Она не на чём покалась. Угу. Она постановила на комбик, переставела бас, поодобнее, и собирала какую-то довольно хакую пасту. А мы сюда расстрелем. Подожди. Сейчас. Сейчас, подожди. Я ему уже сделаю все выполнено, потому что в бассейн акции ничего нормально. Да, вот так. Да, вот так я не умею. На то ничего сложного нет. Надо просто запомнить. Когда у нас получает она стена, она уже остается строить на стрельбе. Знаю, когда говорят, что ничего сложного, так и на стрельбе это будет сложно. Да, но у нас есть стена в бассейне. Но в практике ничего не добиться. Эти стены на стрельбе нужно играть на деталях. Нет, конечно, но все же они умеют. Кому-то они без никакого уровня не думают. А сейчас правильно. Что? Эти стены в бассейне для всех паркетов для новых деталей. Ага, ну да. Знаю. Она в бассейне выходила в бассейне на урок, чтобы накрывать и начать играть. Готовно? Здесь нет. Сорбакем села. Тогда я повторю эти деньги. Ну, а то я действительно стала, конечно. Что это такое? Одна у нас снова стучка. А или выиграли, если он выиграл на аудиторию Чехтвана. Готов? И раз. И два. И три. Она начала играть, да? Это будет профит, и смотрела на нее. Ну? Что? Ладно, когда я играю с покупателями, вот так. Начинаю играть в то, что я теперь уже показывала. У нас же такая русская бассейна прошла, сказала, может, что ему бедет. Не знаю. Не так или вы приду, у меня есть. Так вот. Скажите, например, у меня такие слова. А вы, друзья, не ходите, и все ему на кандид не годится. Издаешься? Даже не попробовать. Просто здравооцениваю свою силу на основе его прошлого опыта. Не ошибается тот, кто ничего не делает? Хе-хе-хе, точно. Но это про другое. Почему же? Ну, мне кажется, хорошо про тебя. Ты так боишься, что тебе кто-то кто-то на ниту подумает. Что-то прочитаешь вообще не надо давать повода. Да пророк не знаю. Но я сразу почитал, что его пророк можно отрабатывать где-то в губне души. Если кто-то хочешь, то пожалуйста. О, да, отлично. Да и песня оказалась действительно несложная. Но, когда я не сдержал пасику как моногрет, словно ли сложности. Она проходила не раз, начиная с начала. Потому что я ее любывал, или что дальше играть, или собственно сбивался с письма. Дальше стараться на этих переговорах именно завтра показывал вам, как правильно играть. Я ей по увиденному, чтобы в определенных ситуациях ей удается и так легко снять спокойствие. Она мне со мной уже хотела срабить бакс. Я в голову. Или раз за рано повторял, что она за самую. И наконец-то меня дошло. Не сыграй, я не вращаю. Ура! На последних зерном строну зерного крикнуло. Вот видишь, а ты боялся. Но это было не просто. Зато ты как себя теперь чувствуешь? Как себя чувствую? Повторяю я с удивлением и отметил, что настроение действительно энергетического улучшилось. И всего меня охватил непривычный душевный подъем. Ладно, ты победила. То-то же. Кстати, я же хотел спросить. Да? Я думал, ты будешь петь? Нет, не сегодня. Засмучилась она. Я быстро убрала гитару и обратно в чехол. В этой... Какая песня еще текст не закончен? А-а-а, ясно. Потянул я. В одной и в комнате повисло неловкое молчание. Знаешь, вообще я пришел, чтобы сказать тебе, что я готов вам помочь. То есть не вам, а тебе. Что-то девчонка, я не желаю иметь ничего общего. Хорошо, я все понял тебе, совершенно не обязательно с ней общаться. Но я ничего не обещаю. Дедушка говорил, что мне следует из них в это лезть. А он, наверное, прав. Только вот... Только что? Ничего. Назиданно рассиделась она. Я сказала, что помогу. Значит, помогу. А теперь мне пора. Я проводил Элли на окружении двери, еще долго расставил в прихожей, смотря в одноточку. Поможешь, значит? Надо было бы радоваться, но что-то бы вся эта ситуация не давала мне покоя. Оставшийся день пошел бы удивительно спокойно. Впервые за... Впервые за долгое время. Я постоянно воверил себя на мысли, что это и дело, поглядывая в окно на алхимицу. Наверное, общая территория покоя хотелось дополнить вкусным узором, знакомым лицом и обычным разговором ни о чем. Привычки, формировавшиеся годами, не умирают в одночасье. Сколько бы не умеешь, чтобы они никогда лезли в новых обстоятельствах. Их я хотел подумать из угла в угол, словно тигр в скрешке, не находя себе занятия. Книга не могла удержать моего внимания на себе дольше минуты. Передачи по телевизору казались скучными, а уборка или стирка бессмысленная. Тяжело просто ждать чего-то, но ещё я тяжелее не знаю, чего ждёшь. Проговорённые к смерти в Японии только наутро для дня казни узнают, что именно сегодня им предстоит расстаться в жизни. До этого они могут годы, даже десятилетия жить в неведении. Одна косметика не пришла, и к ночи я уже окончательно вымотался от бесплатных мотаний. Кровать приняла меня в файл-бете, укатывал теплым одеялом, мягкая подушка нашептывала доброго автомобильного, и что он пришло мгновенно. Но так же быстро я пробуждение, я спешил открою через блоков двора. Разбитая стекло, кто ударов по к стене, и то приблигающих ног. Понадобив довелось какое-то время, чтобы прийти в себя после той короткого сна, я осознаю, что мне себя это не так удалось. Если открывать я пришёл сухой, начиная техника нашего покорного района, и мы тут безраздельно заливались в моей комнате. Всё-таки, всё-таки померещиваюсь. На этом там в том, где крылья до чего-то, чего на душу. Так, чтобы он был на твоих местах, я не оказался головок в стороне. Но я довольно недолго мялся в трёхшенной дверью, так и на колене на колене впустую её и выскачиваю на улицу. Но она не опять никого. Однако я сразу заметил, что стекло в окошке рядом двери разбито, а основная дверь и кривая, на моём лёдном откреплительный геероблес. Очевидно, что никогда не препарат не это любили, но занимался такой геероблой, значит поработали прийти. Но, как раз, всё это было для игроков. Настолько глупо, что я даже не знал, как реагировать. Но, вломами, как морожен, нечего. Пока катакты распиши на выкатер, засовывая, иди сюда, задаваясь мне через дверью послания. Кстати, на эти я уже не знаю, не могу полететь. Она касается стекло в этой красной полоске, но не менее, не холодного стекла. И только, как раз, оплатить точками, оборудовавшихся дорог. Документы лучше хотят. Это они города и восстанцы. Для этих, чтобы приобрать свои выходки, меня в карьеру института не дала. Просто в тех, когда на месте любого из детальки, всех пробуем различать от определенного места Мокалиста и Иерархии. В целях жизни для данной максимальная максимализация удовольствия. Документы не только получение приятных ощущений, но и людей в процессе сводения и стульки. Секс, алкоголь, можно даже отгубаться в аркоте. Должно работать в себе с подобными институтами на клапах. Подобными делами наши в плане, которые в плане так же и далеко от вас, в плане истоя ГИН, можно было бы иметь в кидах для здравоохранения вот еще какое-то время назад. На 17 триллионной сфере были стояли более серьезные проблемы. Проблемы, которые стоят, наверное, недовольные результаты на Синтоне. Наверное, шоу-шоу-шоу было уже два ночи ночи. Я сидел на ухе, я смотрелся в темноте отступственного дома, который в основном считает, что и данным углавлено меня набросит кучу горит. Постепие идеи прошло обрегание людей. Но, извиня, не было толку поставить, а что не надоется застать в новости. На деле, аликитами выигрывали своего романа. Это очень застава неизнатива интенсива и одинокость. И чувствую, что когда ты понимаешь день, опять же не вижу гар 싶ого уровня. Наentially�� допустимо здесь и я встал на Sprintными дом supported the Первый день закончилding. Я разделяю никогда не говорила. По крайней мере, я не хотел жить немножко другом. Салетное уговление России понималось, куда я являюсь проблемой. Так, ко всем кажущимся желанными вещам, если ты получишь или желанными вещам, ты получишь сборах проблем, которые не видны со стороны. Так, в начале не было бы значительно больно от того, что кто-то просто заберёк, ходя каждый день в голову, а потом следует приходиться на сильнее. В виде этого толка автомат отказался скучный и однообразный, но в то же время имени приходится вот так, если иначе, то дети ждать, что враги придутся по его душу. Он не запрещен, отказываясь на каждое время, отказываясь на каждом парформе, как я так отказался бы. И разве что у него нет любимого человека, то нет ли бесконечные потребки, взятые с ним. Лучше быть одному, чем бы теперь кем попало. Я подумал, что не предупрекли их обстоятельства, счастливая себя был бы вместе с тем лицом. И такой расклад мне показался неплохим, но тем не менее он был написан на странице, вырванной из другой книги. Он даже по формату не подходит к ретописи в моей жизни, и скрыть её уже не получится. Мне уже было так, в одной части, можно достать крутые дни из своей судьбы. Ну и что такое судьба? Существует ли она? Цепи случайных событий и решений людей, с которыми я одноком плохо и одноком вовсе, может в итоге значить больше, чем мои собственные действия. Это бы не вернулось к этому. Это бы я не познакомился с кем-то моей элли. Если бы я не знал молодой классовым майором Крабой Габейн, бы что у меня было бы выпутывать шпионские секреты у них ничего не победного школьника. Если бы... И что в итоге начали судьба? Книги ропят твоей жизни. Написанная ещё до твоего рождения. Конституционная она сейчас в определенных социальных событиях. А всё понятно, что и так, и так, и не может на всё повлиять. Восемнадцатое сентября. Я проснулся на утром и стал не выспавшимся, а нас сразу понял, что теперь застнуть не получится. Ну что, дорогие друзья, давайте мы на этом с вами закончим, продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.